Приветствую вас. Смотрите, по вашему тексту получается так, что всё было хорошо, всё было очень-очень-очень хорошо. Вероятно, вы идеализировали то, что случилось. Ну, то есть, вы идеализировали и своего мужчину, и вы идеализировали быть с ним, совместную жизнь и так далее. Вот, вполне вероятно, что вы поспешили с ребёнком. То есть, вот здесь надо бы определить, да, вот вы говорите, что мне стало легче, лучше, чем до совместной жизни. То есть, это здорово. Вот, вы пишите, через 4 месяца родился ребёнок. Вот. Соответственно, как вы начали ребёнка, как вы к нему относитесь к ребёнку, чего вы от него ожидали, для чего вы начали ребёнка, хотели вы его, или это получилось случайно, вот. А планировали ли вы как-то вообще, то есть, подготавливались ли вы, ибо у меня такое ощущение, что вы оказались просто совершенно не готовы, не готовы к тому, чтобы стать матерью. Вот. То есть, вы оказались в невидении относительно пандусов, да, вы оказались в невидении относительно того, что нужно делать, что нужно там, ответственность на вас будет, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Мне кажется, что основная проблема в этом, в том, что у вас были одни ожидания, а в итоге получилось другое, и вот с этим нужно, в первую очередь, разбираться, да. Вот. Вот. Вот заметьте, что вы даже не задаете вопрос, да. То есть, вы только пишете, не знаю, как предстать психовать и обижаться. То есть, психуете-то вы из-за невыраженных эмоций, а обижаетесь по причине ожиданий каких-то, да, своих. Вот. Соответственно, с этим и нужно работать. Вот. Вот. Вполне вероятно, да, что вы являетесь сейчас только матерью, вот, вы перестали быть женщиной, перестали быть другом, возможно, до, ну, для своего окружения, и потеряли всякую свободу резко. Да, вы оказались к этому не готовы, но, опять же, с одной стороны, чего вы ожидали, чего хотели, ну, то есть, это нужно привести к общему знаменателю, да, вот. Вот. С другой стороны, нужно подумать конкретно, как и что вам можно сделать для того, чтобы, ну, свою ситуацию нормализовать. То есть, например, ну, например, нанять няньку для своего ребёнка, привлечь родных, да, вот, или что-то ещё делать. Вот. Потому что, ну, если вы оказались не готовы к нагрузке, то здесь, конечно, имеет место физический фактор, и я поддерживаю своих коллег, которые говорят, что вам нужно обратиться к врачу на медицинское обследование. Ну, вот. А, соответственно, соответственно, вот так вот можно ответить вам на вопрос, на вопрос, то есть, своего возраста вы не пишете, ну, вот, а, своего эмоционального состояния, кроме того, что вы психуете и обещаетесь, вы тоже не пишете, вот. Вы начинаете жаловаться, что живёте в посёлке, до города 7 километров, ну, вот, с транспортом не очень, то есть, всё это как будто для вас внезапно стало новостью. Вот. Соответственно, возникает вопрос, как у вас дела обстоят с аналитическим мышлением, да, то есть, как у вас дела обстоят с взрослым эго-состоянием, вот, вашим. И мне кажется, что вот это очень такой важный момент, вот, и, соответственно, ну, на нём нужно заострить ваше внимание, вот. Ну, по крайней мере, как это видится мне, да, вот. Ну, и, естественно, есть у вас определённая какая-то неудовлетворённость, есть у вас определённые какие-то ожидания, вот, скорее всего. Ожидания в общем и целом определённо завышены, вот. Ну, и, соответственно, вот откуда-то отсюда и берёт начало ваша такая вот негативная реакция на то, что происходит. Вот. А что я хочу сказать, да, я хочу сказать, что психуете вы, да, вот психуете, обижаетесь, из-за низкого эмоционального интеллекта. То есть, ну, нет понимания, что происходит со мной, нет понимания, нет понимания, что вообще, да, там, творится, грубо говоря. И, соответственно, повышение эмоционального интеллекта, это является первым, с чего вам нужно начать, вот. То есть, рассказать, например, о своих ожиданиях, о том, чего вы ожидали, да, чего вы хотели, что вы складывали, соответственно, в ребёнка, вот, своего, да. То есть, ну, какие, какие у вас были ожидания от ребёнка, для чего вы вас отчали, вот. И как вообще выглядит ваш подход к жизни. То есть, вот, почему-то до рождения ребёнка, да, вас не очень трогал тот факт, что вы живёте в посёлке и так далее. Ну, мне кажется, что это вас. Ну, а, значит, повышение эмоционального интеллекта, это работа с психологом, работа с психологом, с вашими установками, это лучшее, ну, несколько лучшее понимание себя, своих чувств, своих желаний, вот. И, соответственно, выбор, выбор других, менее разрушительных форм проявления ваших желаний. То есть, нужно понять, что в том, что вы хотите, ничего плохого в целом нет. Это нормально, абсолютно, в том, что вы хотите, да, то есть, хотите какого-то внимания, расслабления и так далее. Но вы же знали, что муж работает на, а, значит, ну, вы же знали, что муж работает на, а, двух работах, да. Вот, и вы это принимали. Ну, а, сейчас по какой-то причине перестали. Понимаете? То есть, вот здесь, конечно, нужно, нужно выяснять, нужно совсем этим разбираться. Вот. А, я думаю, что в обязательном порядке нужно выговориться, просто вам выплеснуть весь свой негатив, всю обиду. Вот, немножечко будет легче. А, там дальше уже будет понятно, а, какова причина. Причина. Вот, по сути, вы находитесь в постоянном состоянии аффекта, аффекта, что, конечно, не может быть для вас полезным, правильным. Вот. И для ребенка, кстати, тоже. Поэтому, для ребенка, в том числе, а, вот, позаботьтесь о своем здоровье, а, физическом и психологическом. Вот. Ну, и с Будем, конечно, тоже старайтесь бывать почаще, вот, в то время, когда он с вами вместе. Вот. Потому что, если вы однолитесь друг от друга, то лучше от этого никому не станет, ни вам, ни ему. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я вам желаю всего самого доброго и удачи. А, вы знаете, посмотрите еще в интернете игру «Какой ужас». Вот. Я думаю, что это то, что вы сейчас играете. Игра «Какой ужас». Вот. Если будут вопросы, пишите. Любови. Играет музыка. Продолжение следует...